так и ограбление начинается откуда начинается отсюда не шали нет к ворота возле дома оборудит полночь полночь на все вижу да глупо днем гравить кого-то похвальная раздорубность отлично всего один патруль твоя микстура должно быть сработало эвелина готова ты шутишь конечно да 3 2 1 все чисто давай давай гребаные птицы вечно все засрут что я вам покажу патруль идет сюда все наверх быстро великая мать храни нас все великая мать храни нас Девушки отдыхают Меча нет Ладно, надевайте маски и идем А Геральту? О, идем Мы же сюда пограбить пришли, поэтому надо тут все пограбить В этом красный свиточек Интересно, почему он красный? А почему не лтается? Нет, просто... Письма, видно, старинные Как и шнурок А любовное письмо? Погодите, ребят, мне почитать надо Примечание Предмет, полученный вместе с остальным имением Э Выставленный на аукцион Начальная цена от накрона Ставок нет Любовь моя Не сдавайся Есть еще неделя до того, как ты выйдешь за эфирца Я что-нибудь придумаю Может, я хорошо заработаю к тому моменту Или мои слезы убедят твоего отца Может быть, боги услышат наши молитвы? А если не они? Тогда, быть может, дьявол? А если ничего не изменится, к лучшему Я ворвусь в храм через окно и украду тебя прямо у алтаря Мы бежим куда-нибудь далеко-далеко На край света, где нас никто не найдет Ты пишешь с печали Я чувствую ее тяжесть Я тоже постоянно думаю о тебе Как мы его говорили в алхимии Бутылку вина до рассвета Говорили? А ты начертила дом нашей мечты на пыльном полу Как мы сидели на причале, опустив ноги в воду Ты пела похабные песни и заставляла меня смеяться и смеяться Каждый раз перед сном и первым делом, когда просыпаюсь Я целую медальон с твоим портретом Клянусь всем святым Мы должны всегда быть вместе Сильными Люблю тебя, твой О Может быть, это Ольгерд? Это была настоящая любовь Все тут? Что, идем? Давайте, давайте, что вы встаете? Не стойте, идем Приложите стоять Я один пойду, или что? Походу, да Пока что чисто Тьфу-тьфу, чтобы не сгладить Хорошо Но все равно держите ухо в остро Я и держу И уже заметила кое-что, что взяла бы себе с удовольствием Не сейчас Надо попасть в закровищницу Давай я возьму Че ты хотела взять? Я могу взять, у меня место есть Ничего же, че там брать? Цветок? Серьезно? Там кто-то есть И потому мы поднимем начальную ц... Что? Стража! Стража! Надо было остаться в клетке Ты говорил, что? Я знаю, что говорил Вперед, пока они не подняли тревогу Не мог это как-то за его идти? Ой, 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 погодите, погодите Погодите Спалим, наделаем по стелпу, все Никого не убиваем Просто сжигаем заживо Не больше Я теряю на мечань По-моему, я спалился Я мог как-то по-другому это сделать Я вообще вроде и пытался не выходить То есть Чтоб было ничего не видно Остановите его Не дайте ему уйти Интересно, это провалит задание или нет? Или это так и должно было быть? Провалил задание Ну, племя там вышел Я даже не вышел То есть, проще, мол, я там кого-то Черт Мне кажется, так и должно было быть Значит, просто так и рассказали про все эти колокол Посмотрим Слишком много всего тут происходит Мне кажется, так и должно было быть Пощадите Считаю до трех и входим Раз, два Еще один шаг И здесь начнут гибнуть люди Спокойно Давайте договоримся Озвучьте нам ваши требования Выторгуй нам немного времени, Геральт У нас одно требование Уведи отсюда своих людей Не могу на это пойти Можешь Только не хочешь Зато я могу кого-нибудь убить Сделайте Сделайте, как они просят Умоляю Успокойтесь Не надо никого трогать Понятно? Нет, ничего проще Отзови своих ребят И все будут жить долго и счастливо Повторяю Это невозможно Но мы можем с вами как-нибудь договориться Давай проясним кое-что Мы с тобой не на базаре Мы с тобой не торгуемся Речь идет о жизни людей Я понимаю тебя, но... Никаких но Считаю до трех И прольется кровь Раз, милостью богов Сделайте, что он говорит Ты не оставляешь мне выбора Два В атаку Тут ты перегнул Что перегнул? Я надеюсь, там эти челы грабили Пока мы тут беседовали Я столько времени выторговал Ну что, мне кажется, мы уже уйти можем Пойдет еще и той носит Ой, кстати, ты там спиной к мне повернулся Или тебе плевать, у тебя спина Нет, нормально, поджогнул А, он не зажал Переговорщик Нехорошо А чё я только один удар успел сделать? Ну что за бред? Снялся на мечом тыкай его Может, над легким убить? Блин, по одному удару тебе не круто Наверное, по одному удару просто делаю Классный чел Ну всё А лута нет? В смысле, я нормально договорился? Меньше желающих делить добычу Пойдем, пока не подошло подкрепление А они чё, они чё за это время не украли? Серьезно? Пф, ну и глупцы За то время можно было уже весь дом унести С своими кирпичиками Чё мы просто так идем? Вот здесь что-то лежит, лол Ладно Список предметов на реставрацию Настоящим подтверждаю, что в рамках подготовки к предстоящему аукциону Мне переданы на реставрацию следующие предметы Эльская порфировая статуя Элли Рены Руки неизвестного мастера Дама с лисицей, картина маслом из ателье Мастера Ван Дер Ху Ху Я Нефритовая статуэтка пастушки с семью гусями Трубка из вишневого дерева с керамическим мундштуком Имеется сертификат о том, что она принадлежала Нине Фиораванти Сосновый чемодан, украшенный декоративными орнаментами из латуни Произведенный в мастерской Самсона из Бан Арда Картина Ван Рога С этим псевдонимом принято связыватель творчества леди Ирис фон Эверек Хан Ван Мейхарн Так Ничего я там не дала Блин, тут книжки Да, что еще могло быть в книжном шкафу Блин, тут книжки И тут книжки А тут? Блин, тут тоже книжки Ладно Тут только книги Ничего больше не спрятали Статуи какие-то И тут что? Не пройти, я понял Блин, ну вот же сундук Утаивал, керой Так, ждешь меня, да? Там снова, по-моему, все в книгах О, стоп Требования уплаты Настоящим документом подтверждается, что мой Принципал Фирма Эммет Люмендорф Сыновья Зарегистрировано в Тритагоре Доверенность прилагается Обратился за услугами моей конторы А именно Ковка и установка двойных защищенных и бронированных дверей С фирменными замками типа Силач в хранилище аукционного дома братьев Варсоди в Аксенфурте Тем самым этот документ выражает запрос на оплату в размере 65 тысяч Новиградских грон в течение двух недель после его получения В случае выплаты Означенной суммы Во установленный период И в полном объеме в местный суд Будет подан иск о компенсации Роберт Гилберт Юрист Что что-нибудь есть? О, еще что-то есть Ну, книги я не знаю Я сомневаюсь, что тут есть какие-то новые книги Это, скорее всего, все старые Письмо от мастера Матея Почему мне интересно красно все эти записки горят? Уважаемый мастер Барсоди Я пишу вам по весьма необычному поводу Но, пожалуйста, отнеситесь к письму серьезно Ибо и вы, ваше учреждение, в великой опасности Позвольте объяснить, что я имею в виду Это он про нас, интересно? Так сложилось, что я известный астролог и предсказатель В последние дни по понятным причинам Я должен был скрываться Но узкий круг самых важных верных клиентов Был осведомлен на моем местонахождении В их числе одна высокородная дама Чье имя я не могу раскрыть Указанная дама пришла ко мне с просьбой С просьбой, она хотела узнать До какой стоимости дойдут на предстоящем аукционе определенные предметы После многочисленных отказов я уступил просьбе дамы Но, прежде чем вы оскорбитесь этим вмешательством в ваш бизнес Прошу, дочитайте до конца Ибо карты сказали мне кое-что чрезвычайно важное Инкомендация карты ясно показывала Что у вас в дверях появится волк Ах, вот он гад, он спалил нас Вы не пустите его внутрь Но он, тем не менее, найдет способ пробраться Он войдет в ваш дом и отберет его у вас Чего? Я видел башню, в которую попала молния И кровь, пьющую кровь Я думаю, вы в курсе, что это значит, правда? А, я не в курсе В качестве вашей благодарности за это предупреждение Вручите, пожалуйста, 2000 крон человеку, доставившему это сообщение Глубчайшим уважением, мастер Матей Нас спалили? Да ладно Какой ты астролог, блин? Серьезно? Нормально придумали Какие-то астрологи нас палят Какой замок? Штучная работа Два пружинных засола Болты барабанные Демеритовые накладки Меня это не интересует Никого это не интересует Идем Геральт, ты впереди На чему я? Потому что я за этим тебя взял Топай, времени мало Была, не была Что там засада сейчас будет? Ха-ха, красиво Так, что вы пауки, да? Мало было развлечений Я хочу акси А, блин, это пауки, которые у меня в паутина, блин Но мне нужен паук-союзник 100% Но я не смогу это сделать, да? Потому что меня будут жрать постоянно Тогда так, вот, убью Вообще, икня на самом деле Пусть горят Потому что нет моего мечика Мне будет тяжело с ним драться И броня у меня, по идее, не моя Ай, блин, дурошина Я тут отвернулся И как же к ним тяжело подойти Капец Просто никак не могу никого поджечь Потому что Геральт, блин, не умеет ходить И, блин, просто уходят у меня Прикольно Классные пауки, кстати А, нет, стоп У меня мой меч Откуда он взялся? Откуда он взялся? По крайней мере, пока А, лутик, лутик, лутик Геральт, золотай лутик Крутая ява Так, ладно Что-то еще есть Лорены Блин, эти штуки, мне кажется, просто можно продавать Я же не первый раз их встречаю Те же картины были на аукционе Включаю полотно вандерхуя Мастера из Морибора Седой, ты че? Что-что? Это я? Я че? Я че? А-а-а-а Мы тут в ловушке? А, челы, я напоминаю Ваш король мертв у вас нет шансов а ты знаешь кто мы какой то есть это нет шанс нет шансов м что-то было может это отсюда пройти из-за уродики тут всех вас носите случай кто вдруг реально повесит о чем мы ждем мы куда надо уже пришли или нет еще а что здесь они боятся потом провалиться да ты знаешь с кем тягаешься и еще бы знаю даже слишком хорошо эвальд привет братишка сколько лет но пожалуйста чем дальше в лес тем изволь объяснить нам эвальд барсоди какова на самом деле цель этой семейной встречи месть за предательство годы нищеты унижение это мне отец завещал аукционный дом а хорст меня обманул лишил наследство лишил всего потому что все что мы заработали ты стал спускать на карты и девок отец этого не видел а я еще как это тебя не оправдывает хорст и жизни тебе не спасет вы двое вступитесь за меня а я помогу среданцами ночью на время чего пожелаете нет ни на время то есть либо нам стать за этого либо за этого если нам даст все что пожелает то мы можем забрать его в дом если это так то я согласен забрать что вообще какие тут варианты и предложения хорст я его принимаю блин я забыл кто такой хорст а вот и остаюсь это остаться и не имею желания ввязываться а что это значит я получу то что мне надо или чего так минут надо выбрать за какого брата вступиться ну вообще я понимаю почему тот так агрессивно на нас наехал его предупредили может быть это брат его и предупредил нет стоп а как он узнал то что мы к нему придем остаемся ли мы с ним блин я бы 3 на самом деле выбрал мне кажется 3 то какая-то глупость что вообще будет если выберу 3 не понимаю они подируются друг с другом и я стану стоять в стояронке и кто из них победит тем я нет если победить не так-то не нужен то мне ничего не отдаст на хочу хочу 3 все равно проверить то что первые два очевидно что будет а третий нет не собираюсь здесь вообще третий выбор особенно в семейные дрязги тогда тебе не стоило вламываться в мою сокровищницу слишком поздно для нейтралитета пойдешь со мной и будешь в золоте пойдешь против меня останешься здесь навсегда да у нас нету третьего выбора примерно так я и думал так нам надо выбрать за кого встать что это не на время есть 10 минут чтобы подумать даже 100 ну в принципе его брат он нас особо ничего нигде не обманывал то что вот хорст выпнул нас из своего дома потом и стражники на нас его еще и напали это в принципе было объяснимо то что там мы прочитали ту бумажку его предупредили и он нас естественно боялся а этот вообще нет я наверное стоил на его сторону потому что дом у него находится в принципе в нормальном состоянии то есть у него тут аукционы проходят он вроде ничего такого не делает а его брат если как он и сказал тратил все там на карты зачем нам помогать с другой стороны он может все-таки только сейчас говорит что он хочет как-то нам потом отблагодарить нас в итоге нам ничего не отдаст отдаст ли этот потому что кстати этому как бы этот дом тоже нужен то есть может быть он нам не отдаст он и попробую этот похоже из двух зол хорст ты меньше что как ты можешь я предупреждал что не люблю когда меня во что-то втягивают тебе стоило прислушаться что ж тяжело не согласиться прости его видишь все от тебя отворачиваются снова но теперь это в последний раз что он сделает это мы еще посмотрим и я свои шкуры дешево не продам будем драться с ним эвальт барсоди кстати мне кажется с ним драться интереснее чем с его братом так я же там сохранился да что арт на тебе не работает да прикольно аксель аксель у тебя работает видней ааа да аааа ну ладно тоже мне бас файт да ладно а нет я думаю еще голову еще отрубим что этот погляди даже подельники против тебя аааа погляди даже подельники против тебя но не я все таки брат есть брат пожалуй я готов простить тебя даже так с одним условием ты должен признать меня главой рода покориться не знаю я тебя уже был бы мертв но я знаю эвальт вижу твою фальшь насквозь а с тебя домик ты мне домик должен ведьмак требовать него дом куда он он сейчас уйдет че ты на него смотришь он мертв обмыть его и обредить для похорон только во что-нибудь приличное а то стыда не оберешься ведьмак ты че афк стоишь он тебе дом должен идти за ним догоняй он сейчас уйдет наконец-то не люблю нерешенных вопросов тогда перейдем к вопросу о награде разумеется как я уже сказал вы можете взять что хотите тогда я возьму на хранение вот это колье с рубинами как я уже сказал ну конечно ведьмак я должен взять дом максимилиана барсоди ты не понимаешь там документы завещание оно не должно попасть в руки Ольгерда ему нет цены нет цены ты уверен? я платить не буду я взываю к вашему рассудку да ведьмак я скорее погибну чем отдам тебе эти бумаги блин ну сколько ему если платить а если там дорого давай что-нибудь для тебя сделаю не хочешь например убить какого-нибудь гуля могу утопца могу убить не достаю тебя утопца с твоей отвагой но мы все же можем прийти к согласию и как же я же сказал что не отдам тебе этот дом ты сказал что не отдашь документы но они мне и не нужны достаточно будет этой шкатулки ну да ты прав и волк будет сыт и овцы целы волк прежде всего уже устал так что давай эту гребаную шкатулку и выведи меня отсюда с превеликим удовольствием уж поверь зато ты ты мне нравишься подожди здесь минуту нам есть что обсудить видишь ли я ищу консультанта по вопросам безопасности это было бы для меня честью милостивый государь да 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 убирайся ведьмак и не возвращайся да пожалуйста какой это кстати враг остался сверху опять что-то на то что я там золотал и тебя я не отдам нет это моя теперь а нормально так и теперь кто там не видит нас во-во-воaci тут все серьезно Честь и отчизна. Да-да, честь. Нормально всё это. Ему это уже не пригодится. Да... Ой. Так. Мне нравится у него тут. Прикольно. Что-что не осталось? Вообще очень хочется посмотреть, что в других версиях. То есть, если бы мы выбрали других челов... Тебя ждёт смерть от отравления. Да за что? За что? Интересно, что было бы, если бы мы выбрали не женщину, то, наверное, бы этот... Кто он там был? Я уже не помню. Может быть, он бы не ушёл от нас, тоже бы остался? Что было бы, если бы мы выбрали того дворфа? Ну, что этому-то он предложил на работу? Может, дворфу бы тоже что-нибудь предложил? Афирский арбалет. Пока никто не видит. Так, что за арбалет? Интересно. Это ты и... Нет, к сожалению. Слишком слабый. Ладно. Может, визуально красивый. Опа. О-о-о! Это стальной меч змеи! О-о-о! Это один только меч. Жесть! Жесть! Как же хорошо ты тут решил поутаться. Блин, а может тут и второй есть? Блин, а если я где-то второй пропустил? Блин, надеюсь, нет. Мне же, если это какой-нибудь квестовый еще в этом был. Там еще, кстати, что-то есть. Так, я хочу посмотреть на меч. Блин, это получается хороший меч? А-а-а. Ремесло? Это стальной, по-моему, был, да? Или нет? Блин, теперь я точно хочу себе школу змеи полностью скрафтить. Так, нет, это не мастерский. Это стальной, по идее, должно так называться. А-а-а, нет, не второго уровня. Стоп. Я же не его, надеюсь, поутал? Или я поутал меч второго уровня? Не понял. Я реально поутал второй уровень, тупо? Серьезно? А-а-а, нет, вот. Отравленный стальной меч школу змеи. Фух, я уж испугался. Сороковый уровень, все правильно, да. А темная сталь требуется... Мощь арда. Крит урон. Шанс крита. И отравление. Ну, это отравление, да. Блин, прикольно. Хочу с змеей поиграть. Но это сороковый уровень. То есть, к сороковому уровню я... Блин, у меня дел синий закончится к сороковому уровню. И где-то у меня еще серебряный меч пропущен. Так, я на всякий случай... Еще здесь, посмотрю. Может быть, я его пропустил. Но тут, по-моему, я все залутал. Здесь вроде тоже. Блин, а что если где-то в предыдущих локациях? Блин, а что если это где-то на свадьбе? Потому что на свадьбе я не лутался вообще. Ну, я думаю, типа свадьба. Не принято забирать там ни у кого эти вещи. Блин, надо, кстати, сходить туда. Вдруг реально там что-то осталось? Ой-ёй-ёй. А это выход? А, да, это выход. Нормально. Мне сюда и надо было. Это яд? Или просто лужа? Так, ну ладно, выберусь отсюда уже. Думаю, тут ничего не будет. Я, наверное, сбегаю в место, где свадьба была. Нет, ведьмак, не надо спускаться обратно. Проверю там, потому что реально... Стоп. Нет, ладно, я думал, здесь может что-то лежит. Если там реально может быть... То есть вот у нас два желания первые. В одном нам дали... Один чертеж, а в втором нам могли дать второй. А, нет, стоп. Блин, возможно, я пропустил его в этом. Потому что ассеты нам дали по этому квесту. Блин, как бы я не пропустил этот меч. Но я всё равно хочу сходить на место свадьбы и плутать. Вдруг там что-то было реально важное. А, ещё может быть в домик. Надо сходить в домик травника. Потому что там тоже... В подвале же нам не давали там походить ни разу. Может там что-то было. Потому что навсегда, когда мы заходили в тот подвал, там у нас заставка начиналась. Так, здесь у нас, наверное, уже заварство выйдут считать скоро. Здесь стража. А что у меня за сет? У меня, наверное, обратно не свой. А, мечики у меня мои. А вот сет не мой далеко. Такой вот вроде был, да? Да. Мусора много. А, очки с меня ещё сняли. Стоп. И я вам помню. Продолжение следует...